Книга 2. Нити сопричастности Есть у тебя какие-либо личные соображения по поводу этой цепочки? Что мне удалось установить, так это то, что это разные виды энергии. Разные? Дедушка взял камешек и бросил в озеро. Видишь, как расходятся волны. Они что, разные? Нет, у них одна природа, это колебания. То, что я тебе задал, тоже колебания, сынок. Как у волн, так и у данной мной тебе смысловой цепочки всего один источник энергии. Тем не менее, можно ли так сказать? У волн ведь нет ни начала, ни конца. Почему нет начала? Думаю, начало в первом гребне волны, а конец удар последнего гребня о берег. Ты сказал удар, но разве берег не содрогается? Пусть незаметно для нас, но он содрогается другому. Тут-то не спорю, таки должен содрогаться. Точно так же и мое намерение бросить камень в озеро содрогает воду на его поверхности. Следовательно, мысль будет всему началом. Не спеши. Каждая мысль имеет свое преддверие. Необходимость. Мысль бросить камень в озеро была продиктована необходимостью показать пример, объясняющий тебе ситуацию. А если еще дальше влез, то за начало так и не ухватишься. Нет дна у познаний. Тогда мир не познаваем. Чем дальше влез, тем больше дров. Потому мудрец, когда многое узнает, узнает и то, что он ничего на самом деле не знает. Тогда какой смысл искать знаний, дед? А вот никакого. Никакого смысла, сынок. Так зачем же мы понапрасну набрасываем камней в озеро? Не знаю. Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Как нельзя отменить и то, что уже произошло. Камень-то брошен. Но почему? Раз камень брошен, значит, в этом есть смысл. Ой, с ума сойду. То одно, то другое. Забываешь. Забываешь, что учитель либо молчит, либо высказывает две взаимоисключающие конструкции. Но где же то, во что я должен верить? Верить? А кто сказал, что ты должен мне верить? Верить, сынок, опасно не только постороннему, но и себе. Не надо верить. Надо доверять. Но... Проверять? Доверять и прислушиваться к моменту. Что это? Как это? Подобно тому, как канатоходец идет по канату над пропастью. Канат – наш путь. А пропасть – это окружающий нас внешний мир. Нужно быть бдительным. Иначе ты просто игрушка, а в руках случая, но не человек разумный. Удар в плечо – это проявление грубой воли внешнего мира? Конечно. Но смотри дальше. Если ты своей физической силой прокрутишь генератор тока, то по проводам побежит более тонкая энергия – электричество. Как производные от моей силы? Дальше. Когда высокие напряжения прикладываются к излучателям, то производится рентгеновское излучение, сила еще более тонкая. А еще более высокий уровень энергии вызывают ядерный синтез. А еще на более высоких энергиях путешествуешь во снах ты и мыслишь своей головой. Мысль сильнее радио-диктуитивного излучения. Да, сынок, да. Эта цепочка, что мы только что проследили, примитивный образец иерархии энергии, или силы, как я называю упрощенно. Ядерная энергия – это огонь. Мысль – это лед. Тема мировых войн. А при чем здесь войн? Подумай и не говори больше, что есть реальность, а есть сон, сказка. Все есть реальность. Только у каждой реальности свой ареал, подобно как каждая волна имеет свой гребень. Мир замкнут, как бублик. Где начало? Там же, где и конец. Вот нигде. Тогда как вопрос о первичности? Форма в начале была или все-таки замысел? Курица или яйцо? Да, красиво сказать. Замысел творит форму. Но не менее красиво форма рождает размышлений. Я уже не скажу, что ближе. Да и к чему ближе? Змея кусает свой хвост. Замысел – это память о прошлой форме. Почему я именно волны по воде привел тебе в пример? Не от того ли, что когда-то они сами подсказали мне эту мысль? А где взяли ее они? Не от древнего ли мудреца? А где он взял эту мысль? Вот тебе и змея, кусающая сама себя за хвост. Это подобие вопроса, что первично – курица или яйцо? Да нет же здесь ответа – и не надо. Иначе пустота. Какая пустота? Нет цели – нет и движения. Нет движения – нет и жизни. Но жизнь-то есть сынок, значит есть и движение, и цель. В любом хаосе сокрыт порядок. Подобно верблюжьей колючке на палке перед ишаком. Мы все ишаки, глупые ишаки, бегущие за колючкой, которую так и не догнать. А если не бежать? В том-то и сладость, что в беге. Отбери у ребенка игрушку, и он будет горько плакать. Сладость жизни в преодолении преград. Смерть неизбежна, но сладость во временной победе над смертью. Вернее, в стремлении, безнадежном стремлении от нее убежать. Эта игра заманчивая и замечательна. Ты убегаешь, она преследует тебя с косой в костяных руках и не отстает. Мы только и делаем первый вдох. Она, миленькая, уже рядышком, уже огражает нам своей косой. Намекает, предупреждает. Я, сынок, вижу в том достойной вызове стимул жить. Вызов жить, убегая от неизбежности. Но это же страшно. Страшно? Нет, сынок, это совсем не страшно. Страх это низкое примитивное чувство, хотя и полезное тем, что побуждает нас к развитию. Змея кусает себя за хвост, а это значит, что конец – это совсем и не конец. Подобно зерну, дающему колосок – нить сопричастности. Змея – это замкнутая нить сопричастности. Тайна, тайна. Все замкнуто, и потому твое дыхание находит отражение во всех мирах такого безграничного мироздания. Начала нет, постарайся это понять и увидеть. Нет и конца. Гёте говорил, я вечен, ибо существую. Есть метаморфоза. Зерно дает корень и побег, а затем снова зерно. Но уже не прежние, а новые. Развитие? Да, развитие. Только так ли? Снова же та же змея. Она меняет зерна, придает новые свойства, а затем снова лишает этих свойств. Кто ввысь, кто в пропасть. Зерно становится изначальным. Приход к Богу. Возвращение блудного сына. Это там, где зубы змеи держат хвост. Знак скорпиона в созвездии. Голова и хвост – это две полярности, которые, хочешь не хочешь, рано или поздно соединяются, подобно тому, как маятник в часах периодически возвращается в верхнее свое и в нижнее свое положение. Два верхних положения – это два ядовитых зуба змеи, величие и ничтожность. А нижнее – это хвост, середина равновесия. Каждый из нас во времени обязательно и неизбежно посещает эти три места – величие, падение и великую гармонию, приход к Богу в себе и в мире. Думай, наблюдай и помни о ней всегда о той, что с косой. Мементо море.